всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду очень давно на канале не было рыбы а я ее очень люблю во всех своих проявлениях надо исправляться сегодня буду готовить мерлузу в россии она продается под наименованием хек купил парочку таких вот хвостов но эта рыба обладает достаточно таким нейтральным вкусом поэтому мне хочется немного помудрить чтобы добавить яркости сегодняшнему блюду но начну я не с рыбы а с гарнира для него раздобыл вот такую мелкую картошку с тонкой шкуркой и надо отварить и вот сейчас займусь рыбой мне понадобится отделить филе из шкур и хвостов сварю очень небольшое количество бульона буквально там миллилитров 300 не больше но часть бульона выкипит достаточно большая поэтому заливать нужно полулитром а то и литром воды а что вкус был ярче в бульон надо положить луковицу морковь даже чистить и необязательно только отмыть хорошенько лук-порей и белую зеленую часть и стебли зелени укропа и петрушки вот доводим до кипения и варим минут 20-25 разберусь с рыбой нарежу и небольшими кусочками а затем оберну полосками вареный копченого бекона чтобы получить и такие рулетики рыбу не солил потому что во первых бекон сам по себе соленый во вторых я резон в который буду обмакивать рыбу перед обжаркой тоже немножечко посолю пока займешь креветками для сегодняшнего рецепта нужно брать обязательно сырые кусман сливочного масла растопить зубок чеснока очистить и в масло его вместе с креветочными панцирями и сразу посолить немного это будет основа соуса к рыбе я сегодня готовлю так называемый английский креветочный он не совсем классический в классическом еще добавляется на отвар или настой грибов у меня будет без них ну и технология немного отличается от той который описывал из кофе в своей книге на данном этапе я готовлю по сути не соуса креветочное масло который буду использовать для соуса но так как я не собираюсь это масло хранить а сразу использую то и не будут доводить его до той степени готовности какая требуется для хранения такого масла в холодильнике смотрите панцирь уже красный значит можно выливать сюда воду но у меня же есть рыбный бульон а именно он мне нужен для сегодняшнего соуса поэтому вместо воды пойдет бульон то есть сейчас он обогатится еще и вкусом креветочных панцирей картошка кстати уже практически сварилась бумагу сюда смять и расправить чтобы обратно в рулон не скручивалась картошку раздавить слегка соль и немного ароматного оливкового масла а перед подачей сдобривающую ее и сливочным маслом с укропом будет вообще просто бомба в духовку и и 180 градусов верхний и нижний нагрев пора рыбой заниматься масло сюда пусть греется яйцо взболтать с щепоткой соли и рыбные рулетики срезом обмакиваю в яйцо затем в панировку и то же самое с другой стороны быстро подрумяниваем рулетики с двух сторон до готовности ни в коем случае не доводим нагрев сильный до кондиции они в духовке будут доходить я пока с панцирями разберусь надо пробить блендером их отлично теперь отбрасываем на дуршлаг основа соуса готова чудовищно насыщенная основа я вам доложу так ну рыбу уже пора отправлять духовку процесс близится к завершению надо соусом заканчивать муку на сухую обжариваю до легкого кремового оттенка это быстро буквально одна-две минуты главное кастрюлю с толстым дном выбирать нули сотейник такой же отлично а теперь по частям вливаю сюда рыбно-креветочный масляный бульон каждую часть старательно вымешиваем до полной однородности если поторопиться и влит все сразу обязательно получите комочки так бульон есть теперь молоко сюда также по частям обязательно проверяем на соль в бульоне соли маловато было так что сразу и посолить и перца черного добавить что получилось почти идеально уже сейчас божественно насыщенный вкус креветочная рыбная укропная овощная ну короче классный но почти потому что завершающий штрих отсутствует креветки нагрев слабый через три минуты вообще выключил и креветки дойдут уже на остаточном тепле я пока смешаю размягченное сливочное масло с укропом то есть весь пучок в дело пошел и стебли в бульон и верхушки в масло так отлично чтобы пока возился и рыба с картошкой уже готовы возьми конечно первый взгляд многовато но это только в том случае если у вас в холодильнике нет заготовок креветочного масла и рыбного бульона вот смотрите купили рыбу филе сняли и приготовили а хребты головы плавники забросили в морозилку собралась куча сложили в кастрюльку овощей добавили воды проварили полчаса процедили бульон заморозили лежит он у вас есть не просит кстати очень хочется есть другой раз решили себя креветками побаловать очистили панцири не выбрасываем складываем в холодильнике набралась кучка появилось у вас время обжарили быстро с чесночком сливочном масле водички долили проварили минут 15 20 30 даже блендернули процедили в холодильник убрали масло застыло вода внизу осталось масло собрали по баночкам разложили лежит у вас креветочное масло когда захочется рыбки жарить с таким вот соусом то никакой возни не понадобится пока у вас рыба обжаривается запекается с картошкой муку обжарили быстренько одну-две минуты масло из холодильника достали креветочное бухнули туда растопилось оно туда бульончика рыбного шлепнули все закипело выправили на вкус добавили молочка и у вас обалденный соус только не забудьте в него креветок закинуть все начну я тем не менее с картошки обожаю картошку приготовленным таким макаром шкурка тоненькая чистить не надо она нежная она мягкая из-за того что она сварилась сначала а потом подпекалась в духовке она не высохла совершенно а тут еще масло такое классное ароматное с укропом чудо не картошка теперь креветочку из соуса нежнятина просто нежнятина потрясающий вкус обожаю такие штуки так ну и рыбки грибки с бекончиком вот как ну скучновато рыба прямо скажем а здесь бекон классно ее подчеркивает с легким ароматом дымка и вот этот обалденный дико насыщенный вкус соус слушайте потратьте время на этот соус с ней можно съесть даже старую подметку серьезно даже если вы воблу такую которую молотком нужно добивать этим соусом зальете вы даже не заметите что она сухая потрясающий соус обалденный рецепт короче это 10 из 10 настоятельно рекомендую приготовьте огромное спасибо за компанию за лайки за дизлайки если что-то не нравится не стесняйтесь пиндюре дизлайк нравится чтоб найти лайк чтобы я понимал что вам все понравилось спасибо за компанию всем пока